Мы сегодня с вами начинаем маршрут, двигаемся в сторону северного входа мемориала «Оборонная тропа», который был построен 33 года назад, и потихонечку будем по реке Холега подниматься вверх. Август 2018 года. В горах Карачаева Черкесии начинает свою работу 19-я военно-патриотическая экспедиция «Оборонная тропа». Руководитель группы, учитель химии Санкт-Петербурга Сергей Телешов ведет группу в сторону озера Холега. Цель экспедиции – поиск и реставрация памятников и обелисков, воздвигнутых в честь защитников перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Шаг за шагом, километр за километром группа проходит вглубь Эксаутского ущелья. У всех на плечах тяжеленные рюкзаки, в которых помимо палаток и провизии, еще и гранитные плиты, которые члены экспедиции планируют установить у озера Холега. Итак, к концу второго дня наша группа наконец-то достигла озера Холега. Вот оно прекрасное. Возле озера находится, сразу же мы видим, что мемориальный комплекс с защитником Марухского перевала от комсомольцев города Черкеска, 1966 год. Чуть дальше, если спуститься, вот он, красный, еще один мемориальный комплекс. Все это защитникам перевала. Что по ним можно сказать? Нужно сказать. Их обязательно отреставрирует группа, которая нас сопровождает, оборонная тропа из Санкт-Петербурга, как только закончится дождь. Едва переведя дух, участники группы приступили к реставрации обелисков. Пока одни краской освежали памятники, вторые готовили цементный раствор для установки мемориальной плиты. Всю работу необходимо было выполнять быстро, так как резко стала портиться погода. Для каждого члена экспедиции эта акция нечто большее, чем просто поход в горы. И у каждого своя причина, почему он здесь. Даже в такую туманную погоду мы не перестаем помогать и красить памятник в Великой Отечественной войне. Потому что это нам интересно, нас это интересует. Мы собираемся целыми отрядами из разных вообще сфер. Кто-то работает, кто-то учится, кто-то уже студент. И всех интересует одно дело. Почтить память в Великой Отечественной войне. Сделать какое-то доброе дело, чтобы потом, когда люди проходили мимо этих памятников, они смогли прочесть какие-то инициалы, кто здесь воевал, что за полк здесь был. Ранним утром следующего дня группа обогнула озеро Холега и примерно за час достигла вершина одноименного перевала. К 9 часам утра третьего дня мы достигли перевала Холега. Сейчас находимся на его вершине. Позади осталось одноименное озеро. Сейчас вот мы все пришли. Высота 3027 метров. Разложились немного, небольшой перекус. И после этого начнем реставрировать памятники. Все ребята живы, здоровы. Как настроение? Отлично. Видите, все хорошо. Горные перевалы в этом районе овеяны немеркнущей славой героев, стоявших насмерть и не пропустивших врага в Закавказье. Их подвиг отмечен многочисленными памятниками, которые члены группы отреставрировали. Мы обязаны помнить, чтить вот этот священный подвиг. Потому что вот эти люди, которые воевали здесь, которые не отступали, даже когда ситуация была критичной, очень жестокие здесь были бои. Они умирали для того, чтобы мы сейчас, сегодня пожили лучше, в мирное время. Чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас было мирное завтра. На следующее утро нам предстояло долгое восхождение на вершину Морозского перевала, чтобы уже там провести масштабные работы по реставрации многочисленных памятников. Путь непростой. И сначала члены группы вброд пересекли реку, берющую начало из ледника. А затем по острым камням устремились вверх. Ситуацию осложняла погода. Начался дождь, а за ним нахлынул туман, скрыв из вида тропу, ведущую наверх. Но благодаря сопровождению пограничников, через несколько часов ходьбы мы все-таки достигли вершины перевала. На четвертый день нашей экспедиции, к 9 часам утра, группа в составе 6 человек достигла вершины Морозского перевала. Высота 2773 метра. Метеоусловие, посмотрите, какие густой туман, ничего не видно. Тем не менее, группа в составе 6 человек благополучно добралась. Мы сейчас находимся на вершине. И вот это место называется Аллеей памяти. Почему вы поймете? Потому что здесь больше 300 памятников, мемориальных досок. И наша задача отреставрировать часть из них, покрасить, привести их в порядок. Этим, собственно, мы сейчас и займемся. Наши здесь, хотя и погибли практически все, но никто не бежал. Все сражались до последнего. Вы в прошлом году уже видели расстрелянные полностью обоймы патронов. То есть никто в плен не сдавался. Немцы смогли захватить только раненых или уже обезоруженных солдат, когда патроны все кончились. Все сражались до последнего патрона. На вершине мы пробыли несколько часов. За это время, конечно, все таблички отреставрировать не получилось. Но на одной из самых больших гранитных плит руководитель нашей экспедиции самолично приклеил недостающие буквы. А несколько других мы просто освежили краской. Затем почти в минутой молчания всех погибших за независимость нашей Родины спустились в густом тумане вниз. На этом работа 19-й экспедиции оборонной тропы на территории Карачаева Черкесии была завершена. Однако уже через год ребята из Санкт-Петербурга снова приедут в горы, чтобы продолжить работу над увековечением памяти героев самых высокогорных битв, самой кровопролитной войны в истории человечества. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24.